В феврале 2019 года комик Александр Долгополов выступал в петербургском баре Hop Head, ну, неважно, как там бар называется, и он по своим собственным подсчётам шесть раз пошутил про политику. Ролик с его стендапом посмотрели более двух миллионов зрителей, как отметил майор полиции УВД Московской области Орехозуевского управления А. Г. Реполов. Надеюсь, я правильно произношу фамилию с правильным ударением, никого оскорблять по фамилии я никогда не собирался. Фамилии всегда достойны. Вот, Реполов, мне кажется, на второй слог. А. Г. Реполов, да, вот так и буду говорить. Вот, и вот А. Г. Реполов просит администрацию бару уточнить, в их ли заведении выступал около года назад Александр Долгополов. Страшно? Зачем? Я не знаю, но явно ничего хорошего ждать не стоит. Вряд ли они хотят узнать, где я живу, чтобы сделать фанатское селфи. Ну, это сам Александр Долгополов так прокомментировал вот это дело, и он выложил это обращение полиции у себя на страничках в социальной сети. Я не знаю, что происходит. Я напуган, я злюсь. Я неудивлен, этого следовало ожидать. Но я уверен, что эти бандиты так не остановятся. И буду держать вас в курсе. Я цитирую. Вот, и вы знаете, вот шутка про безумную любовь россиян к президенту РФ Владимиру Путину. Если Путин издаст указы о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут, о боже мой, ну где мы найдем лаву, у нас нет ее во дворе. Что нам делать, наш мудрый вождь? Господи, и вот за эту шутку майор полиции Риполов преследует Александра Долгополова? Это весьма забавно. Здравствуйте, друзья. С вами снова я, Захарыч Блаженный. Много я слышал нареканий о всяких депрессиях. Вот решил с юмора начать. Благо, как бы новость такая, связанная с юмором. Что ж, и с литературой несколько, да, с юмором. Как бы, а вообще я не понимаю действий майора полиции Риполова. После того, как сам Владимир Владимирович заявил о том, что они все сдохнут, а мы отправимся в рай. Вместе, кстати, с майором Риполовым и с несчастным Александром Долгополовым. Вот. Что ж, да простят меня зрители мои. И так далее. Я тоже зачесались руки. Я написал короткую элегию. Взгляд в будущее. Негативное развитие темпоральной спирали. Что если будет так, как они все делают. На столе пронзительно зазвонил телефон. А.Г. Риполов вздрогнул и очнулся от забытия, в котором пребывал. Он вытер рот, дернулся и быстро прижал большой палец подушечкой к экрану, а затем еще более быстро, мгновенно убрал. Господин Хэ был из Шанхая и терпеть не мог этих диких северных варваров с их грязными манерами. Слушайте меня внимательно, Риполов, безразлично заговорил робот-переводчик. Он коверкал русские слова, но господам из Китая было не до тонкости произношения языка народа-донора. Нам, Великой Поднебесной, нужны повышенные поставки продлителей жизни. И нас не волнует, как вы этого добьетесь. Ритм перевода неожиданно сорвался. Риполов вздрогнул. Господин Хэ никогда не шутил и был беспощаден, словно машина. Но, господин Хэ, нам почти не выделяется продовольствие. Все, что мы потребляем, это биомасса. И все, а ее ресурс тоже кончается. Если продлителя жизни не кормить, он теряет ресурс и становится биомассой. У нас сейчас всего двое в статусе продлителей жизни. Риполов неожиданно сам для себя солгал. И он, и господин Хэ знали правду. Переводчик хэкнул. Что ж, всех срочно в метрополию. Продлителям жизни отдайте ваш личный суточный паек. Остальных на биомассу. Все, я завершаю Орехово-Зуевский филиал. Собирайте администрацию родных и немедленно в грузовик. После того, как отправите продлителей жизни. Биомассу возьмете с собой. Ей будете питаться по дороге. Риполов вздрогнул от того, насколько резко прервалась связь. Из нагрудного кармана, потерявшего вид кителя полицейской формы, он достал семейную фотографию, затем сунул ее обратно в карман. Открыл дверь камеры, в которой стоял всего один, оставшийся в живых. Диссидент. Комик какой-то. Шутил, шутил, дошутился. Я Александр Долгополов, словно прошелестел просвечивающий от голода бумажный человек. Он стоял, облокотившись о стену и неслышно дышал. Эх, ну и что мне с тобой делать, Долгополов, беззлобно вздохнул Риполов. Выбор непростой. Или на органы тебя отправить. Но тогда и паек свой тебе отдавать придется. Нет, нам же тоже кушать нужно. Сытый и полный сил мужчина легко засунул Долгополова в промышленную мясорубку. Комик практически не сопротивлялся. Только в конце он повернул к Риполову свое неожиданно красивое лицо и сказал «Для вас лавы всегда будет в избытке». Упаковав перемолотый фарш останки по пакетам, он обернулся на шум, доносящийся с улицы. Где-то гулко рявкнул автомат, послышались отрывистые крики на китайском. Риполов, бросив свое дело, подбежал к окну. Увиденное заставило его вздрогнуть. Вооруженные китайцы вели всех, абсолютно всех работников русскоязычной администрации в зеленый грузовик-фургон. На бортах фургона был нарисован улыбающийся китайский ребенок, а под ним надпись «Сверху иероглифами», а снизу по-русски было написано «Добро пожаловать в вечную жизнь». Что ж, дорогие друзья, прошу воспринимать это короткое эссе на 2500 знаков или сколько там в нем. Прошу воспринимать его исключительно как мое проявление юмора и одновременно мое упражнение свободы слова, которое пока в Конституции остается. В Конституции, в Конституцию майор полиции Риполов пока не переписали. Пока не переписали. Что ж, дорогие друзья, понимаете, в чем дело? Этот их аппарат, он же есть, он никуда не девался. Их чудовищная палочная система есть, их желание выслужиться есть и так далее. Но шутка-то совершенно безобидная, понимаете? Край приходит, когда они начинают цепляться к шуткам. Это говорит прежде всего об одном – они всерьез напуганы. Понимаете, в чем дело, дорогие друзья? Я желаю комику Александру Долгополову творческих успехов, спокойствия душевного, поддержки и любви окружающих его людей. Я не слышал ни одного его выступления, но человек должен быть чудесный. Ну что ж, такие вот дела, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и по мере возможности поддерживайте мою деятельность. Данные и эссе вы найдете в описании к этому ролику. Бороться и искать – найти, не сдаваться. Доброго дня, с вами был я, Захарыч Блаживный. Пока. Не кидайтесь в меня тухлыми помидорами, я старался как мог. Продолжение следует... Продолжение следует...